Добрый день Здравствуйте, ребята Здравствуйте, мальчики и девочки Всем привет А у нас новая выставка Да, Еноч рисунки развешивал Подумаешь, развешивал Вот те, кто нарисовал эти рисунки Действительно, молодцы Ну, впрочем, давайте начинать Дорогие ребята Очередную выставку Художественной галереи Шишкиного леса Объявляем открытой Ну, с какого рисунка начнем? Так, вот с этого и вот с этого Да, и на том, и на другом Шуня удалась Трудно выбрать Ну что ж, тогда начнем По порядку, вот с этого Этот рисунок Ширягиной Ани Анечка живет во Владимирской области В старинном городе Коврове Ане девять лет А другую меня, принцессу Кто нарисовал? Даша Ширягина Ей восемь лет И живет, Дашенька, разумеется, тоже В Коврове А, все ясно Даша и Аня сестры Хе-хе, само собой Кстати, вот этот рисунок Ой, где и я? И Зубок, и Коксик? А, и даже чётушка Матильда Да, тоже нарисовала Даша Ой, Зубок, смотри А здесь мы с тобой нарисуем О, да Вас нарисовала Таисия Лалаянс Таисии девять лет, а живет она в Москве А что-нибудь Тая написала в письме? Да Да, она попросила потом свой рисунок Передать нашему Антону В подарок? В подарок Ммм, не волнуйся, Таечка Передадим Ой, смотри, Зубок Опять мы с тобой нарисованы Ой, вот здорово, а А это рисунок Олеси Рудик А сколько ей лет? Сколько лет Олеси она не написала Но зато достоверно известно Что живёт Олеся в прекрасном городе Краснодаре Ммм А вот смотрите Я один бегаю за бабочкой Хе-хе Да, вот тебя, Зубок И ещё вот этого незнайку Нарисовала Маша Литвина Машеньке семь лет И она готовится идти в школу В школу? И это хорошо Да А живёт Маша в небольшом, но очень хорошем городе Болотное Новосибирской области Ой, нам оттуда ещё не присылали рисунков И ещё могу сообщить вам Что Машенька уже два года занимается в школе Русской традиционной культуры А чем занимается? Да О, лепкой, шитьём игрушек Изучением различных видов росписи А ещё она там поёт народные песни И играет в старинные игры Ой, как интересно! Но самое главное, пишет Маша Мы учимся дружить и любить друг друга А это ведь и есть самая главная наука Это уж точно Это уж точно, да Вот и вся выставка Да, прекрасная выставка Мне тоже очень понравилась Спасибо ребятам Спасибо! Спасибо! Ну что ж, а теперь должен художник прийти Ты угадал, Менуточка Здравствуйте, ребята, здравствуйте, друзья Здравствуйте, дядя Лёнь! Здрасте Ну, я пошёл Куда, Менуточка? Ну, как куда? Сами, что ли, не знаете? По делам! Счастливо оставаться! До встречи, Менуточка Спасибо, Менуточка Да, до свидания! Ну, а мы, друзья, давайте-ка займёмся рисованием А что мы сегодня будем рисовать? Да Басню Ой, басню! Ой, как интересно! А вы уже рисовали про стрекозу и муравья А сегодня я предлагаю начать рисовать басню Лебедь, рак и щука Которую написал Иван Андреевич Крылов А, такая коротенькая басня, я знаю Вы, Лёнь, быстро нарисуете Дело в том, Зубок, что сложность иллюстрации зависит не от того, большая это басня или нет Хм, а от чего она зависит? Она зависит от количества персонажей, от места действия А у нас какое место действия? Сложно? Да Я думаю, да Вот давайте-ка вспомним, как начинается басня Давайте Когда в товарищах согласия нет На лат их дело не пойдёт И выйдет из него не дело, только мука Однажды лебедь, рак, да щука Вестись по клаже Воз взялись Итак, у нас должен быть берег, вода, телега Сейчас я намечу линию горизонта и линию берега Рисовать будем вот этим мягким карандашом Итак, а вы продолжайте Ага Так, вестись по клаже и воз взялись Угу Дальше, Шунечка И вместе трое, все в него впряглись Из кожи лезут вон, а возу всё не отходу Воз у нас находится наполовину на берегу, наполовину в воде Да Рисуем воз, то есть телегу Мы видим на берегу одно колесо Ну вот, телега у нас готова А, вот ещё у нас оглобли Так, дуга Ну вот, телегу мы наметили Что там у нас ещё? Дальше Так, по клаже бы для них казалось и легка Да и лебедь рвётся в облака Рак пятится назад, а щука тянет в воду Итак, друзья мои, нужно обязательно оставить места для наших героев Угу Где дуга, здесь мы место оставим для лебедя Угу Вот за телегой место для рака А в воде для щуч Правильно, в этих местах мы не будем делать лишние линии и рисовать детали пейзажа А чтобы наш пейзаж не был пустынным, давайте-ка нарисуем за телегой дерево А вы пока читайте концовку Да, хорошо Хорошо Так Кто виноват из них, кто прав? Судить не нам Да только в ВОЗ и ныне там Отличная басня Да Дядя Лёнь Да? Вы телегу нарисовали, смотрю А поклажа на телеге нет А что такое поклажа? А поклажа это то, что можно класть Ну, груз что ли, да? Да, груз, багаж Давайте нарисуем мешки Давай Вот такой у нас будет груз Вот один мешочек Второй Ну и третий, пожалуй Вот у нас мешки Получилось у тюреги два колеса в воде, а два на берегу Да, всё не так просто Правильно А теперь нужно нарисовать одну очень важную деталь А вы смотрите Да, посмотрим А что это? Сейчас увидим, Шунечка Ну, это... Это... Это, наверное... А, камыш! Камыш, камыш! Да Это растение на самом деле называется совсем по-другому Это растение называется рогоз Ого! Кто бы мог подумать, а? Да Дядя Лёнь, а волны на воде будут, а? Я думаю, да, нужно обозначить это как-то Давайте сделаем вот таким образом Вот здесь немножко И вот здесь чуть-чуть Ого! Ну, а сейчас можно браться и за лебедя Ну, и за всех остальных тоже Нет, дорогие мои Лебедя, рака и щуку мы нарисуем в следующий раз А сейчас нам пора прощаться с ребятами Да До свидания, мальчики и девочки! До свидания, ребята! Присылайте свои рисунки, мы их очень ждём Всего вам хорошего! Храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok